Иногда кладбище брошенных автомобилей вызывает больше воспоминаний, чем некоторые музеи. Все, что делает наше человечество, будь то автомобили, самолеты или локомотивы, корабли, несет пользу для жизни. Но когда жизнь машин заканчивается, все эти машины становятся обычным хламом, но не всегда. Став забытыми памятниками разных народов и времен, некоторые из которых были созданы преднамеренно, а другие по неосторожности и человеческому пренебрежению. Тем не менее, эти кладбища в духе постапокалипсиса заставляют нас думать глубже о скоропостижности жизни эпохи. Кладбище якорей в Португалии. Кладбище Анков – памятник, посвященный тяжелой и опасной профессии, которая исчезла на острове Тавира в португальской провинции Алгарве. В свое время это место было поселением небольшого рыболовного сообщества, а ржавые остатки этого прошлого, якоря старого рыболовного флота, все еще остаются в песчаных дюнах. Когда рыболовные угодья этого района были истощены и в 1968 году поселения были остановлены рыбаками, бросившими свои корабли и все рыболовное снаряжение. На протяжении многих лет почти все корабли сгнили, кроме якорей, которые были тщательно доставлены на одно место новыми жителями острова и помещены рядами. Теперь они привлекают туристов и гостей острова. Кладбище такси в Китае. До того, как экономический бум был запущен в Китае и немногие из его граждан могли позволить себе роскошь владеть собственным автомобилем, самым распространенным видом транспорта в стране было такси. С ростом материального благополучия граждан многие таксисты бросили работу, так как их компании обанкротились. Как правило, непригодные автомобили оказываются на специализированной свалке для машин. Однако это особое кладбище расположено в городе Чунцин, которое предназначено исключительно для такси. Кладбище кораблей в Мавритании. Город Нуадибу является вторым по величине в Мавритании и может называться коммерческим центром страны. Но его слава также исходит с другой стороны. Он также может похвастаться захоронением в своей бухте самой большой судостроительной верфи в мире. Причиной этой апокалиптической агломерации более 300 кораблей является могучий рыцарь Дон Динеро, Динар, а именно желание владельцев кораблей спасти стоимость их утилизации. С 1980-х годов портовые чиновники за скромную плату разрешают владельцам рыболовных судов и других лодок сесть на мель на побережье. Большое количество судов связано с тем, что рыболовная промышленность была национализирована. Кладбище поездов в Боливии. Примерно в трех километрах от торгового городка Уюни на юго-западе Боливии расположено старое кладбище поездов. В прошлом Уюни служил важным транспортным узлом, соединявших все крупные города региона. Однако планам по дальнейшему обустройству города не было суждено сбыться. Строительство новой железнодорожной сети было начато в далеком 1888 году. Ожидалось, что улучшение транспортной системы Боливии приведет к еще большему процветанию города. Однако все поменялось коренным образом после того, как местные индейцы Аймара стали противиться этому процессу. На их взгляд, расширение транспортной сети было вторжением на их территорию. В то же время, поскольку большинство линий использовались горнодобывающими компаниями, то в результате истощения природных ресурсов и, соответственно, потери интереса к городу. Транспортная сеть пришла в полный упадок и большинство поездов были просто-напросто брошены. Кладбище танков в Афганистане на окраине Кабула. Когда советские войска покинули Афганистан в 1989 году, после 10 лет борьбы много оборудования осталось брошенным в стране, где не было никакого реального победителя. В Афганистане практически отсутствуют перерабатывающие заводы, потому технику утилизировать довольно затруднительно. Сегодня десятки ржавеющих танков, построенных в 60-70-х годах, стоят возле Кабула, но некоторые из них находят новую жизнь. Брошенные танки, которые по-прежнему запускаются, отправляют в ремонт и затем используют правительственными войсками в борьбе с талибами. Кладбище майнакскому ремеслу, Узбекистан. Майнак – это узбекский город, в котором сейчас проживают 18 тысяч жителей. Но когда-то он был густо заселен развитой рыбной промышленностью. В 1960-х годах население этого бывшего порта начало снижаться из-за постепенного исчезновения Аральского моря. Этот город – самый отдаленный от столицы страны Ташкента. Многие путешественники отмечают, что когда вы ступаете по этому городу, у вас возникает ощущение, что он находится на краю планеты, насколько видит глаз кругом только глина пустыня Устюр и пески со дна высушенного моря Араус с многочисленными ржавыми лодками на горизонте. Кладбище самолетов в пустыне Мохаве. Оказывается, в последнем пристанище нуждаются не только люди или, скажем, домашние животные, но и самолеты. И таких пристанищ существует множество, однако самое крупное кладбище находится на юго-востоке от пересечения автострад 14 и 58 в пустыне Лос-Анджелеса. Подавляющее большинство самолетов без двигателей, крыльев и иллюминаторов. Многие представляют собой просто груду искореженного металла. Тут же нашли свое успокоение несколько военных самолетов. В общем, зрелище весьма специфическое. Почему это кладбище расположено именно здесь? Потому что в этой местности практически отсутствуют люди. Отличное место хранения под открытым небом. Тут почти никогда не бывает дождей и целый год высокие показатели температуры. Благодаря этому летательные аппараты прекрасно сохраняются. Кладбище Мохаве является самым большим в мире могильником техники. Читтагонг. Одним из самых загрязненных мест на планете считается кладбище кораблей в Бангладеше. Ежегодно более 200 кораблей находят здесь свое последнее пристанище и обеспечивают работу местных жителей. Все списанные корабли разбираются до последнего винтика. Делается это в ужасающих условиях и за смешное вознаграждение. Но из-за отсутствия альтернатив люди соглашаются и на такую работу. Прежде чем начинается основная работа, корабль доставляют в Читтагонг и сажают на мель. Далее снимают и сливают все, до чего дотянутся, начиная топливом и маслом, заканчивая мебелью и оборудованием. Все материалы отправляют на переработку. История этого места начинается в 1960 году. Именно в этом году судно Альпин после шторма было выброшено на берег. Попытки снять его смели не привели к положительным результатам и через пять лет корабль списали. Судно купила местная компания и при помощи дешевой рабочей силы разобрала на металлолом.